Одним из первых в свою работу начал каток в парке «Инстихимиков». Площадка популярна среди гаражам всех возрастов. Здесь и прокат коньков есть, а ближе к праздникам развлекательные программы для детей организуют. Вот именно дети-то первыми и обрубовали этот каток. Только открылся, а детворы уже отбоя нет. Созданы все условия. Есть коньки, приходи, катайся, можно и заточить. Нет коньков, работает прокат. Если в парке «Инстихимиков» каток уже вовсю работает, то центральный городской каток на стадионе «Инстихимик» сейчас на завершающей стадии готовности. Специалисты работают на заливке льда круглые сутки. Заливка катка идет круглосуточно, и днем, и ночью погода позволяет. Поэтому надеемся, что на следующей неделе каток откроет свое объятие для любителей здорового образа жизни нижнекамцев. Готовы новые коньки, которые были закуплены к этому сезону. Все готово к началу. Остается в Нижнекамском потерпеть буквально несколько дней. Чтобы каток прослужил на радость нижнекамцам всю зиму, заливать покрытие надо обстоятельно. Это необходимо все продиктован такой плотный режим работы. Наращивать лед рабочие будут все грядущие выходные. Если погода не подведет, то уже на новой неделе каток откроется для всех желающих. От многих факторов зависит. Если бы мы заливали на чистый асфальт, то каток давно бы был готов. Мы были вынуждены сейчас растопить весь лед. Но зато основа будет более прочной. И если мы прольем достаточно хорошо, то лед будет очень хорошего качества. Режим работы катка остался прежним. Как и ценовая политика работать, будет с четырех дня. К слову, здесь же будет работать пункт заточки коньков. Ну а сам спортивный инфинтарь обновили. Коротать зимние праздники будет не скучно. Каждое новое время навевает новые какие-то идеи. Поэтому будем идти в ногу со временем. К этому льду у нас еще работает прокат на парке нитихимиков. Поэтому у нас молодые энергичные ребята. Я думаю, что в этом году они также будут в течение сезона придумать какие-то новые мероприятия на катке, чтобы всем было весело и интересно. Кирилл Довкаев, Марсель Джураев, Новости НТР.